После посещения городских больниц министр здравоохранения Николай Корнилов встретился с почетными гражданами города и членами общественного совета при мэрии Братска. Почетные врачи также подняли вопрос об объединении второй и третьей городских больниц. По их словам, никакой острой необходимости в объединении нет. Все, что прибавляется, что становится очень крупным, оно очень плохо управляется. И вот сегодня я слушаю, когда объединение второй и третьей больницы, и не могу понять целесообразности. Для чего их объединяют? Для того, чтобы соединить и повысить коэффициент укомплектованности врачами, но это же не причина, это два крупных лечебных учащения. Достаточно хорошо оба работают. Там есть уже, так сказать, сложившиеся коллективы и все. Для чего их объединять? Опыт и проведение, и анализы ситуации в течение недели показал несколько проблем, которые связаны и определяют перспективу. Когда мы говорим о перспективах, мы должны сообщить, что вот эти люди у нас выйдут по Братску на пенсию, а вот эти у нас будут работать. Следующая часть. Как мы будем обеспечить функциональную сопоставимость лечебных учреждений? Как избежать дублирования одних исследований и сохранить преимущество из лечения? При этом обсуждали сегодня уже много. Участки остаются на месте, подушевая финансирование работы остается на месте, коллектив остается на месте. Ответ министра многим присутствующим показался крайне пространным. Если ничего не меняется, то зачем тогда объединять две больницы? Вырастет ли качество обслуживания в медучреждениях? И что вообще скрывается за сентенциями Николая Корнилова? Так что собравшимся пришлось за министра додумывать возможные причины объединения. Я обратил внимание на слайде, который вы показали. 59% обеспеченность во второй больнице, 37%. В третьей при объединении получается 48%. Так может в этом причина, что надо статистические показатели поправить? Я думаю, что это не так. Но вот мне показалось, что это так. Сокращаются там, не знаю, одна-полторы ставки. Я привык говорить откровенно. Если речь об увольнении главного врача одной из больниц, так это можно сделать другим способом, я убежден. Конкретных сроков объединения министр также не назвал. Впрочем, собравшиеся не могли понять, к чему такая спешка. Решение приняли буквально на днях и уже проходят встречи с коллективами объединяемых больниц. В былые годы заявили почетные врачи. Решения об объединении медицинских учреждений обсуждались месяцами. Но в этом случае областная власть просто проигнорировала братское медицинское сообщество, даже не поставив его в известность о намерениях объединить больницы. Почему это не произошло? Что такая спешка была, что нельзя было в конечном итоге. У нас есть медицинская комиссия. Замечательно. Все с высшим образованием. Ну, можно было с ними посоветоваться. Пригласить совет старейших, пригласить совет ветеранов и так далее. Мы же не чужды своему городу. Получается, что решения все, когда нужно принимать решения реорганизации, вы их принимаете без нас. А, значит, создание условий для того, чтобы молодые люди приезжали сюда, это вина общества братского. Вот я с этой постановкой вопроса категорически не согласен, Николай Иванович. Не могу просто согласиться с вашей точки зрения. Я считаю, что наша общая задача наладить это взаимодействие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!